Строительство социально важных объектов на контроле областных властей. В Северодвинске таких несколько, среди них и жилые дома, рискующие приобрести статус долгостроя. Все подробности далее. В эту девятиэтажку на проспекте Бутому-22 дольщики планировали заехать еще в декабре прошлого года. На дворе уже октябрь 2018, но выше восьмого этажа здание пока так и не поднялось. Теперь о ходе работ застройщику приходится отчитываться не только перед будущими жильцами, но и перед региональным минстроем. Должны закончить восьмой этаж, перекрыть его. Сейчас идет поставка плит, кирпича. И также уже начатые по дому сантехнические работы. Планируется, что тепловой контур дома будет готов в декабре. После строители смогут приступить к внутренней отделке. Новый срок сдачи девятиэтажки возводить, который начали еще в 2014 году, июнь 2019. Но дольщики обещаниям уже не верят. Седьмой этаж строится, чтобы вы понимали, например, идет, по-моему, с начала июня. Конец мая, начало июня один этаж до сегодняшнего дня. И то, в конце дома еще перекрытие между этажами не сделано, поэтому пять месяцев один этаж. По соседству еще один долгострой на проспекте Бутома-16. Его возведение началось также в кризисном 2014. Сдать в эксплуатацию планировали сначала к концу 2016-го, затем через год. Новый ориентир – декабрь 2018-го. Все квартиры в доме уже давно раскуплены. Он находится в максимальной степени готовности. В настоящее время завершаются отделочные работы по внутренним личным площадкам. Поданы в Ростехнадзор заявления о получении актов допусков по постоянному электротеплоснабжению. А вот возведение детского сада вопросов пока не вызывает. Подрядчик из графика не выбивается. Социальный объект на постоянном контроле областных и городских властей. Его стоимость – около 250 миллионов рублей. По планам детский сад на 280 мест откроется в декабре следующего года. Это Рима Лешава, Виталий Барашков, Светлана Михеевская, Регион 29.